Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два предложения Первое касается разделения доходов между сторонами А второе затрагивает непосредственно долю игроков в распределении прибыли Ожидается, что представители лиги ответят на внесенные предложения в ближайшее время Сейчас в Канаде находится известный хоккейный агент Алексей Дементьев Который специально для новостей хоккея с места событий рассказал, что сейчас происходит за океаном Субтитры создавал DimaTorzok Некоторые говорят о том, что это может произойти буквально на днях Некоторые говорят, что в начале декабря начнет лига Но все сходятся в одном Что не позднее 15 декабря НХЛ начнет играть Это достаточно оптимистичный прогноз Потому что осталось чуть больше месяца до последней даты начала чемпионата И дай бог, чтобы это произошло Однако положительная динамика в переговорах никак не сказывается на приезде НХЛовцев в КХЛ Так, аутсайдер Востока, автомобилист, сенсационно подписал нападающего Торонто Мэйпл Ливз Джоффри Лупула Кстати, участника матча всех звезд НХЛ-2012 В прошлом сезоне Лупул 67 очками стал вторым по результативности в Торонто Если за океаном переговоры затянутся и Джоффри успеет дебютировать за автомобилист То он станет первым НХЛовцем в истории, сыгравшим за екатеринбургскую команду А вот в Ванкувере на домашней арене Роджерс поднимут свитер русской ракеты Павла Буре Владелец клуба Франческо Аквилини лично позвонил Павлу и сообщил об этой новости Помимо этого, у Ванкувера в скором времени будет изъят из обращения 10 номер Под которым Буре выступал за канадскую организацию Напомню, что Буре стал первым игроком в истории Ванкувера, включенным в зал славы Новости ВХЛ Как сообщает официальный сайт Титана, защитник команды Исклина Леонид Конорейкин завершил карьеру При этом Конорейкин войдет в тренерский штаб команды В текущем сезоне 36-летний защитник набрал 2 очка в 18 матчах Ну а в регулярном чемпионате ВХЛ в четверг были сыграны 2 матча В Усть-Каменогорске Касцинк Торпеда со счетом 3-0 обыграла лидера чемпионата Южный Урал Первый матч игрового дня проходил в Красноярске, где местный Сокол принимал еще одного представителя Казахстана Сараарку из Караганды Равной борьбы не получилось Новичок лиги забросил в каждом периоде по шайбе Свои ворота при этом гости оставили на замке Голами в составе казахстанской команды отметили Швецов, Васильев и Какуев 0-3, Сараарка уже четвертая в таблице Сборная Польши с победы начала квалификационный турнир к Олимпиаде 2014, который проходит в Киеве Разгромив команду Эстонии со счетом 8-0 Отметим, что Игорь Захаркин является главным тренером польской команды Вячеслав Быков занимает должность тренера-консультанта Польская федерация возлагает большие надежды на этот неразлучный тандем 9 ноября поляки сыграют с испанцами А 11-го принципиальный матч с украинцами Ранее мы также сообщали, что ходят слухи о возможном появлении тандева в украинском Донбассе На этом у меня пока все новости Хороших вам выходных Болейте сегодня за сборную России И все будет хоккей Пока Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин